Всем привет! С вами очередной выпуск передачи IGM News, в которой мы расскажем о самых интересных новостях из мира игровой индустрии за последние 7 дней. Сегодня в выпуске. Главный герой Splinter Cell вернулся в Ghost Recon Wildlands. THQ Nordic отказались от поездки на E3 из-за чемпионата мира по футболу. Из GTA 5 могут исчезнуть почти все русские песни. Папк появился временный режим Deathmatch. Отличная новость для всех поклонников стелс-экшенов и в частности серии Splinter Cell. Старина Сэм Фишер снова в строю и, несмотря на преклонный возраст, все еще находится в гуще событий. Знаменитый спецагент вернулся в одной из дополнительных операций шутера Ghost Recon Wildlands. И пускай сыграть за него было нельзя, всегда приятно увидеть самого настоящего ветерана жанра на экране. Появление Фишера действительно способно вызвать приступ ностальгии у всех игроков, заставших времена славы Splinter Cell. Тут вам и знакомый с детства голос Майкла Айронсайда, и трогательный привет Хидео Кодзиме из серии Metal Gear Solid, ну и грустные глаза героя, задвинутого на третий план другими крупными франшизами Ubisoft. Впрочем, не все так мрачно. В концовке миссии спецагенту приказали отправиться на очередное секретное задание, а Айронсайд выразил готовность вернуться к роли, заявив, что он и есть Сэм Фишер. Мы надеемся, что это жирный намек разработчиков на то, что в скором времени нас ждет очередная часть франшизы. В конце концов, после де-факто закрытия серии Metal Gear будет очень грустно лишиться еще одного классического стелса. Не знаем, есть ли среди наших подписчиков любители футбола, но точно знаем, что они есть среди сотрудников KHQ Nordic, ведь сотрудники австрийской компании отказались от поездки на E3 ради чемпионата мира в России. По словам представителей издательства, во время одной из главных конференций индустрии они будут пить пиво и наблюдать за футбольными матчами. Делать это из США будет не очень удобно, слишком уж большая разница во времени. Это значит, что на E3 мы не увидим как минимум Darksiders 3 и Biomutant, но в THQ Nordic пообещали, что эти проекты приедут на конференцию Gamescom в Кёльне и выставку PAX West в Сиэтле. Что ж, проекты пусть и довольно интересные, но все же не входят в список самых ожидаемых игр года, поэтому убиваться особо не из-за чего. Можно дать ребятам отдохнуть, получше подготовиться к следующей презентации и выпить пивка. Самые внимательные из вас могут помнить, что в конце февраля THQ Nordic приобрели акции компании-владельца Deep Silver, издающей Metro Exodus. К счастью, эту игру, скорее всего, покажут на E3, так как ее издатели функционируют отдельно от своих акционеров и на данный момент числятся среди участников выставки. Это не может не радовать, ведь, согласитесь, без Metro конференция получилась бы куда скучнее. Нет никаких сомнений в том, что GTA 4 является одной из лучших частей серии и одной из лучших игр в принципе. Огромный вклад в этот успех внес дотошный подход разработчиков к созданию колорита Восточной Европы в декорациях американского мегаполиса. Герои игры говорили с характерным акцентом, звучно матерились, пили водку, не стеснялись проявлять эмоции и вели себя как те самые бандиты-романтики из лихих девяностых, которых мы могли видеть в сериалах. О, блядь, все попало, пожар! Блядь, все пошло нахуй! Блядь, ебаный! Заткни этого балтийского хуя! Помогал созданию нужной атмосферы и саундтрек, а в особенности радиостанция Владивосток-ФМ. На ее волнах можно было услышать треки Сереги, Сплин, Ленинграда и группы кино, а ведущим всего этого дела была певица Руслана. К сожалению, в скором времени GTA 4 рискует лишиться львиной доли своего очарования. По словам разработчиков, у них кончаются контракты на использование ряда композиций, которые можно услышать в игре, и большая часть из них пришлась как раз на Владивосток-ФМ. В Rockstar отметили, что заменят все композиции новыми треками, но, судя по всему, речь идет о песнях от западных исполнителей. А это будет совсем не то, даже несмотря на тот факт, что в студии всегда грамотно подходили к выбору саундтрека. Не спорим, GTA 4 вышла уже 10 лет назад, да и новость наверняка будет важной только для тех, кто по достоинству оценил ее специфичный стиль. Но нам все же будет не хватать полицейских погонь под King Ring или никого не жалко. Кажется, мы возвращаемся к привычному графику не дня без новостей про PUBG. И, право слово, мы сами не знаем, как к этому относиться. С одной стороны, можно понять тех, кто устал от бесконечного потока информации про королевские битвы, а с другой такова сегодняшняя индустрия, и с этим ничего не поделать. Новостью этой недели стало появление режима War Mod, который представляет из себя привычный нам всем дэтмач с рядом уникальных особенностей, свойственных классической Battlegrounds. Режим, который можно будет опробовать до 16 апреля, предложит игрокам поделиться на три команды по 10 человек, у каждого из которых с самого начала будет какое-то оружие. Лут, конечно, никто не отменял, но он не играет столь важной роли, как в стандартной игре, и защитить себя можно будет тем, что вам выдадут на старте. После этого командам предстоит набирать баллы, которые выдаются за убийство или критическое ранение соперника, а также лечение союзников. Побеждает сквад, первым набравший 200 очков, а в случае, если ни один из них не сможет достичь этого результата за 15 минут, победу одержит коллектив, оказавшийся наиболее близко к нему. Ключевым отличием от знакомой всем нам папк стало отсутствие постоянной смерти. Игроки будут постоянно возрождаться в самолете и вновь десантироваться на поле боя. Звучит довольно свежо, и если вы по какой-то причине не успели ознакомиться с WarMod на момент выхода этого выпуска, мы настоятельно советуем это сделать. На этом всё. Какими новостями прошедшая неделя запомнилась лично вам? Рассказывайте об этом в комментариях, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски IGM News, и вступайте в наше сообщество ВК. До встречи через неделю!